Гоген Ямагучи по прозвищу Кот являлся самым известным японским учителем карате Годзюрю и хотя некоторые представители окинавских школ пытаются преуменьшить ту роль, которую он сыграл в распространении Годзюрю по всему миру, его имя вписано золотыми буквами в историю карате. Гоген Ямагучи родился 20 января 1909 года в южной провинции Японии Кагосима. В ранние годы он занимался различными видами боевых искусств с оружием, кэндо, дзюдо, яйдо и другими. Когда ему исполнилось 13 лет, он начал заниматься окинавским карате у Такео Мураямы. В 1922 году Ямагучи начинает заниматься японским карате под руководством Такео Марута, выходца с окинавы. О своем первом опыте изучения карате Ямагучи писал, я заметил, что после нескольких лет регулярных занятий карате, мое физическое состояние полностью изменилось. Очень сильно увеличилась сила ног и поясничных мышц, значительно укрепились мышцы и кости. Кроме этого я понял, что я в состоянии спонтанно отразить любое нападение любого человека. После школы Ямагучи поступил в университет Кансей, в Киото, из которого его отчислили. После чего он поступил в Ритсумэйкан, где стал руководителем университетского клуба карате. Тогда же Ямагучи услышал о Годзюрю и основателе этого стиля, мастери Тэдзюни Мияги. После встречи с Мияги, он стал одним из самых преданных его последователей. Ямагучи полностью посвятил себя изучению и преподаванию Годзюрю, став самым известным преподавателем этого стиля. По мнению Ямагучи, именно Мияги дал ему имя Гоген, что переводится как «Врата в Годзюрю». Для Ямагучи были важными лишь две вещи – карате и религия. Человек глубоко религиозный. Он пришел к созданию динамичного карате на основе индийской и даосской йоги, дзен-буддизма и синтоизма. В его философии нашли отражение исходные постулаты синто – человек подобен зеленой траве и человек продолжается во вселенной. В молодости Ямагучи отличался невероятной силой, ловкостью и прыгучестью. Среди профессионалов он получил прозвище код и вполне оправдывал это сравнение, показывая мастерство в стремительных атаках и пластичных уходах. Сам он неустанно практиковал карате. Для него не было проблемой принять на себя удар. Принципом Ямагучи было – тренируйся так, чтобы ты мог принять любой удар и так, чтобы противник не мог принять любой твой. Мастер Ямагучи имел сложный характер и считался забиякой. При всем при том, что он всегда тяготел к мистике. Несколько раз он месяцами жил в горах, в полном одиночестве, предаваясь многочасовым медитациям на самом краю ущелий или в ледяной воде водопадов. Гаген Ямагучи был разносторонним человеком. Например, он обладал пятым данным в дзюдо. Окончив университет, получил диплом юриста, а потом и врача. Но любовь к карате перевесила все увлечения. С 1935 по 1937 Ямагучи жил на Окинаве, где изучал суть карате, психологические и энергетические аспекты. Ямагучи навсегда сохранил уважение к окинавскому карате как к истинному искусству боя, без каких бы то ни было условностей. В 1939 году Ямагучи посылает в Манчжурию в качестве государственного служащего. Возможно, даже агента разведки. В то время Ямагучи приобрел возможность путешествовать по Китаю и совершенствовать свои навыки в боевых искусствах. Вот одна из легенд из той поры жизни. По одной из версий, в конце войны Ямагучи был схвачен властями Китая. Падкие на развлечения китайцы, которые понимали, с кем имеют дело, предложили ему выбор – пуля в лоб или гладиаторские игры. И вот, на рассвете его вывели во двор тюрьмы, где стояла огромная бамбуковая клетка с тигром. Пленника засунули в клетку и закрыли дверь. Но аттракцион закончился быстрее, чем можно было представить. Увидев непрошенного гостя в своей клетке, тигр отступил в угол, зарычал, прижал уши и присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Использовав этот момент, Ямагучи сам прыгнул вперед и одним ударом кулака в переносицу свалил хищника на землю. Исполинская кошка перестала дышать. Подошел удивленный охранник и открыл дверь. Его глаза случайно встретились со взглядом Ямагучи. Охранник закричал от ужаса и убежал. Ямагучи посмотрел на заключенных, стоявших у стены. Они увидели в его глазах силу, энергию и боевой дух. Когда Ямагучи выходил из клетки, шесть охранников держали его под прицелом автоматов. Они были напуганы. А через несколько дней Ямагучи просто исчез. Никто толком не понял, как ему удалось бежать. Несмотря на приказ начальника лагеря, охранники категорически отказались искать беглеца. Это непростой человек. Он убил тигра и забрал его силу. Говорили они, когда Ямагучи вернулся домой, он обнаружил свой клуб в упадке и приступил к его восстановлению с прежней энергией. Через десятки лет школа Ямагучи Годзюкай начала процветать. Популярность стиля Ямагучи росла как в Японии, так и за ее пределами. После того, как в 1950 году в Токио был открыт центр всеяпонской ассоциации Годзюкай. Дзеннихон каратэдо Годзюкай. В 1970 в Японии уже было 450 тысяч членов ассоциации. Штаб-квартира организации Годзюкай находится за пределами Японии. В Сан-Франциско, США, руководит ею один из трех сыновей Ямагучи Гасей. Ямагучи в основном акцентировался на ударах локтями и ногами, которые мог наносить с огромной скоростью и мощью. Каждый месяц Ямагучи отправлялся в горы, где медитировал и выполнял ката-санчин под струями водопада. Раз в месяц он вывозил туда же своих учеников. Тренировка начиналась с обливания холодной водой, после чего совершалась пробежка к водопаду, в водах которого ученики выполняли ката-санчин. После этого они бежали к ближайшему храму для короткой медитации. Часть методики Ямагучи – тренировки в горах. Отработка ката-санчин взял на вооружение основатель Кёкусинкай Масута Цуаяма. Колоритная личность Гогена Ямагучи наложила отпечаток на всю школу Годзюкай, которая после смерти Шихана утратила былую яркость. По одной из версий, Ямагучи, почувствовав приближение старческой немощи, собственноручно ушел из жизни. Умер мастер 20 мая 1980 года. Масута Цуаяма